с поля 8 и не получить мат на b8 уже 6 пойти на всякий случай все мат получается так вот и не дай бог как говорится если ты не пойду что вход сейчас этот был увиден мат мат на доске ладья 8 зачем 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 сделан ход ладья получилось а выиграна абсолютно слонов 6 молодец кирилл молодец кирилл находит такой промежуточный ход это в принципе показатель достаточно серьезного уровня играющего белыми почему потому что как я уже рассказывал да когда на нас нападают особенно нападают на ферзя и шахматист неопытный естественно в панике ферзь сразу же убирается с места но кирилл посчитал вариант он заметил что если бы он убрал ферзя у него бы съели слона и соответственно он нашел вот такой промежуточный ход у нас есть на сайте полная информация на сайте ческом мы собирали ее утверждали с участниками правда кирилл мне кажется я не помню он написал что окей или нет так что в общем что могли в интернете то нашли и так кирилл забродин скилловый игрок фортнайт я могу кстати неправильно произносить игры папк арма дэйзи call of duty и другие королевские битвы спарринг партнер дреда и медисона и спрашивают у нас тут автор статьи интересно каких успехов добился бы он шахматах если бы на шахматной доске за выживание боролись не двое а несколько королей на самом деле есть такая игра в шахматах есть такая вариация магнус карсон отдыхает ведь кирилл сейчас играет отлично отлично вот это мне очень ну вот слонов один слонов один этот ход выдает сильного шахматиста и я могу сказать что отход слонов один он как мало какой другой он свидетельствует о том что играющий белыми то есть это слав он понимает да что делать шахмата ну это нормально все таки у нас играет еще не грасмейстер да то есть нормально чтобы он колебался есть такого не было но святослав играет хорошо это видно видно что он очень неплохой шахматист и пока он прямо заявляет о себе как об одном из претендент на победу в турнире и смотри между тем у нас начинается вторая партия дайте же мурика и другие легендарные высказывания ты не следишь за стримом но я думаю что все все кто в российском так сказать кибернете кибернете все так или иначе знакомы с его творчеством да кстати мне сказали что меня обзывали на официальной трансляции называли дотером да я удивилась я удивилась об этом так на официальный процент видимо я зачем я должны были оскорбить оскорбили тебя вот да это это оскорбление да ну конечно прошу прощения я зачитала текст текст который у нас написан будем исправлять возьму красный фломастер да я ни в коем случае не обижаюсь ну просто хотелось бы я не знаю сколько вы стримите на твиче но стоит так сказать дотером танкистом никого не советую это нельзя да человек играющий в дотере а вот чем может быть так степан правильно когда отказался я хорошо записано за пол все все это важно это важно нет нет я поняла да да и то же будут одну из трех фигур которая тебе приходит она выходит на досу после этого появляются противник и у него тоже какая то одна фигура они дерутся автоматически будем следующий раунд добавляется еще одна фигура и вот так вот как бы выгляжем вся доска это какой-то шаг бокс да на доске не не это надо марийс да она просто в дота За авточас как раз очень много играла. А, ну, хорошо.